Добрый день! Сегодня 24 июля 2017 года. Я, Искрук Сергеев Валентинович, делаю эту видеозапись на случай, если со мной что-то случится, и передаю ее своим друзьям в Европе. В 2015 году я был задействован в проведении экспертизы по городу Одессе, по Дому профсоюзов 2 мая. В экспертизе были поставлены ряд вопросов, в том числе вопросы по причине массовой гибели людей, действию либо бездействию сотрудников МЧС, МВД, техники безопасности, охране труда. В 2016 году экспертиза вновь была выпущена. В экспертизе полностью давался ответ на причину массовой гибели людей, что привело к этой причине. Причина выводила ряд факторов, указывающих на бездействие сотрудников правоохранительных органов и бездействие сотрудников МЧС. После выпуска экспертизы в 2016 году на меня начало оказывать давление Генеральная прокуратура Украины, которая проявлялась. Сначала просили переписать выводы по причине массовой гибели людей, их не устраивала причина. Потом были применены меры, просто просили с угрозами, потом были применены меры физического воздействия. И последний инцидент произошел. На улице подошло два человека с праворадикальной организации, с нашивками правого сектора. И в вежливой форме сказали, что мне привезут уже распечатанную экспертизу, соответственно, с другими выводами по причине массовой гибели людей. От меня зависит только поставить подпись. После этого мною было принято решение уехать в целях безопасности, уехать с территории Украины. Данный видеоматериал вместе с электронным носителем, на котором находится электронный вариант экспертизы, я передаю своим друзьям в Европе. И в случае моего невыхода на связь в течение определенного времени, я прошу его опубликовать. Также я обращаюсь к международному сообществу, ООН, ОБСЕ и правозащитным организациям. В случае моего невыхода на связь, принять меры к установлению моего местоположения. Также на Украине остаются у меня родственники, и я прошу принять меры по их безопасности, так как опасаюсь за их жизнь, здоровье и возможное давление со стороны руководства Украины и радикальных организаций. Эту видеозапись, как я и говорил, вместе с электронным носителем я передаю своим друзьям в Европе. Продолжение следует...